так друзья в прошлом выпуске мы с женей и детьми сделали эту комнату посмотрите как этот цвет смотрится прикольно не знаю как часто видно но поверьте воочию это просто шикарно осталось теперь натянуть потолки натяжные и сделать ламинат на полу пока это чайхана это понятно теперь у нас сейчас задача зайти в следующую комнату и мы будем делать комнату дочери как я говорю в прошлой серии мы взяли за основу silk пластыр жидкие обои вот ими же мы и делаем нашу комнату вот выбрали линейку miracle на все комнаты которые у нас есть втором этаже я думаю что на первый этаж и и в подвале вы тоже выберем линейку miracle нам она понравилась она немножечко тяжеловато наносится там есть свои небольшие нюансы но выглядит она прям ну интересно хотя с другой стороны другие линейки тоже неплохо смотрится так что выбирать вам чем интересна эта комната первое мы сегодня натянем обои второе установим электрическую гардину на радиоуправлении подготовим гардероб ну и собственно уложим новый цвет miracle который вы еще не видели поэтому садитесь поудобнее напишите какой-нибудь интересный комментарий минимум четырех слов и поехали м м м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пару слов должен сказать про этот проемчик, друзья. Это у нас место, где будет вход в гардеробную. В свое время, когда я штукатурил, почему-то я не уделил этому внимания, не сделал эту штуку до конца. Сейчас я растяжками вот так зафиксировал профиль и по нему мы натянем ровный потолок по уровню. Видите, да, сейчас лазером все отбито, поэтому все будет сейчас здорово. Так, раствор уже намешан. Консистенция, вот она. Все, сейчас буду наноситься. Лазерник зафиксировал на стене, мне так удобно. Смотрите, видите, саморезик точно идет по лазеру. То есть там, где нужно сделать отметку, туда вкручиваете саморез, навешиваете лонжерончик, и он будет точно, саморез находиться по лазеру, который вам необходимо отмерить. Ну, либо на магнит можно цеплять, все удобно. Нас послушивают, нас послушивают всякие Алисы. Кстати, об Алисе скоро будет тема в этом ролике. Немножечко терпения, это про шторы, чуть попозже. Пока вот такая погода на улице, можно и поработать. Там просто кошмар. Смотрите, что творится. Нечто. Смотрите, что творится. Подготовили проемы, подготовили стены под грунтовку. Первое, что мы должны сделать, это, как и в прошлом выпуске, про комнату сына, мы загрунтуем сначала вертикальными движениями, потом горизонтальными движениями на два раза. Тем самым мы подготовим комнату к поклейке обоев. И, кстати, в прошлом выпуске таки нашлись комментаторы, которые поставили под сомнение гипоаллергенность продукта, написав в комментарии, что не забыл ли я одеть противогаз. Друзья мои, заморочился я, в общем, с этим вопросом специально, специально, чтобы все вам показать. Приобрел вот такую вот штукенцию. Ну, взял я ее давно и для других целей, но, чем черт не шутит, решил проверить. Это детектор ядерного излучения. Актуальная штука сегодня, да? По-другому называется дозиметр. Взял я его, на самом деле, для того, чтобы бассейн свой проверить из ядерной ракеты. Но, пользуясь случаем, имея такие вопросики про обои, почему бы и не проверить. Так, эта штука умеет, в общем, анализировать все возможные излучения, которые на сегодняшний день существуют. Это и бета, альфа, гамма, лучи и так далее. В общем, посмотрите, если вам будет интересно. Модель называется FNIRSI GK01. Настройки крайне простые. Включаем. Здесь уже автоматически все настроено. Поднеси только к ядерному излучению, и ты поймешь, насколько ты заразился. Также здесь клавиши настроек, в которые можно поставить понятную вам шкалу. В моем случае я поставил известный нам микрорентген в час. По данной шкале видно, что у нас сейчас чисто и хорошо. Но стоит нам поднести это к нашим обоям. И тут даже чище, чем в комнате. Все по нолям, братцы. Аппарат вы можете приобрести по ссылке, которую я оставлю в описании. Чуть позже я обязательно вам покажу, как он фонит на граните. Почему эта тема актуалочка сегодня? Не потому, что у нас страна находится на пороге, а потому, что просто любой строитель-самостройщик случайно на своем объекте может смело получить какую-нибудь заразную штукенцию и вмонтировать ее в свой дом, и об этом даже не знать. Как мы знаем, радиация неосезаема. Конечно, это шутки сейчас про жидкие обои, но благодаря данному аппарату я проверил дом родителей, потому что у них большая часть дома построена из шлакобетона, шлакоблока. Шлакоблок, мы знаем, что это очень фонящий материал. Проверил гранит, который есть у них на территории. Короче, проверил их дом. И он чистый, нигде ничего не фонило, все было экологически чисто, и, в общем, меня это очень сильно порадовало. Проверку этого аппарата я провел на советском компасе, подставил, в общем, он показал, что там есть. Знаем, что краска в советских компасах именно использовалась, как раз радиоактивная, вот так. Но в нашем доме он пока еще не произвел ни одного, даже малейшего пика. Так что вещь хорошая, полезная, и мне очень понравилось. Возьму с собой на природу. В Горном Алтае у нас много всяких разных фонящих моментов. Хочется все проверить. Для интереса чуть позже все-таки проверим бассейн. Я до него так еще до сих пор не дошел. Из ядерной ракеты, межконтинентальной. Но я не думаю, что там есть радиация. Там только от топлива могут быть какие-нибудь осадки. А реклама чего у нас получилась? Реклама обоев? Сейчас реклама дозиметра. Так, ладно, поехали грунтовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, ну что, обои те же, цвет другой. Готовим. Друзья, я про обои расскажу завтра, а сегодня мы только это замешаем, подготовим к завтрашнему мероприятию. Как и в предыдущих пачках, здесь сразу упакована эта стружка, которая нам необходима бумажная. Здесь также блестячки и все, что необходимо. И самое прикольное, что пакет растворяется в воде после опускания. Вон, видите, все. И вон пошел, смотри, он блестяшки. Смотри, 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 красиво. Все. По сути, вот это можно и не растворять. А пусть растворяется, да. Вот так это выглядит. Первое размешивание мы можем сделать миксером. Второе размешивание, которое будет завтра, мы будем делать руками. Очень хорошо прогрунтовано, комната стала белой. И цвет этих обоев у дочери тоже будет белый. То есть комната будет белая у нее. Интересно. Ну, вы увидите. И еще, друзья, был такой вопрос, а почему бы просто не взять таз, накрыть сверху целлофановым пакетом и не выдержать 12 часов в таком ключе? Скорее всего, так можно делать. Но так как мы делаем все по инструкции, мы раскладываем назад по пакетикам. Ну, так удобнее. Если вы вдруг так сделаете, то напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас получился сам опыт. В прошлом видео я недостаточно уделил внимание методу нанесения материала, и у зрителей появились некоторые вопросы в комментариях. Итак, данная линейка жидких обоев, она ничем особо не отличается по монтажу. Единственное, что из-за своей фактуры материал не подходит под вариант нанесения компрессорным путем. Как делаем мы? Женя берет небольшое количество материала на фирменную пластиковую кельму и легкими движениями, отодвигая один из краев кельмы на 1-1,5 см, наносит раствор. После чего некими волнообразными движениями хорошенько его разравнивает. Сразу же, сразу же выдерживает толщину слоя не более 1,5-2 мм. Работаем, периодически пополняя вот этот оранжевый тазик из заранее заготовленных пакетов. Если в первой комнате нам на одну стену уходил почти весь день, то сегодня мы уже работаем в таком ритме, что за это же время с легкостью делаем половину комнаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 фактура такая она требует ну я смотрю ты стала быстрее работать чем работала раньше то есть чтобы вы понимали за вчера за вчерашний день ну там полдня наверное была сделана эта стена эта стена эта стена и сегодня мы нам осталось добить вот эту часть скорее всего обои которые виниловые наверное было бы клеить быстрее наверное да кстати о чем я хотел сейчас сказать вот такую фактуру на виниловых не приобрести из минусов можно сказать только то с чем мы пока еще не столкнулись сразу заранее говорю это пыльность из-за вот этой рельефные фактуры пыль на нее садится как говорят больше но мы этого пока еще не знаем потому что обои новые да еще друзья в комментариях предыдущему видео был такой вопрос а как же лечить какие-то повреждения это первое и вот хочу сказать что вчера мы сделали обои и чем-то задели и даже место это сейчас найти не могу вот она вот здесь то есть я думал ну где-то тут и женя просто утром немножко побрызгала пульверизатором и мастерком опять разровняла то есть заменить какую-то поврежденную часть на них легко прогиб аллергенность я вам говорил и еще из комментариев был такой вопрос а как же их потом снимать вот так как виниловые например можно поддеть и снять полностью то эти не снимаем и друзья есть два варианта первый вариант это просто намочить стену и также скребком снять потому что это станет как целлюлоза просто бумага второй вариант это взять следующие обои и нанести их поверх этих и все то есть не заморачиваться ни с каким съемом а просто нанести поверх так тоже можно два миллиметра я думаю вам сильно не украдут объем комнаты если вы так решите сделать это для тех людей у кого там маленькие площади мы-то вообще тут по 10 сантиметров не замечаем ладно продолжаем работу смотрите как же не это классно делает я в данном случае честно честно скажу в этом видосе я больше тамада чем работник то есть лучше чем женские руки не наведут уют в доме поэтому поэтому все что касаемо декора красоты это евгения в свою очередь чтобы себя реабилитировать я скажу что друзья я прям в это время занимаюсь строительством сауны у нас в подвале потому что я пообещал что к новому году мы обязательно в своей сауне помоемся и ближайших роликах вы увидите уже есть есть что вам показать в общем скоро увидите вот Продолжение следует... 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 Братцы, просто реально уже устал Хочется отдохнуть немного Мы, считай, два дня в полной мере бомбили эту комнату На этом у меня сегодня все Увидимся с вами буквально через пару дней Сейчас я вот это все расскажу И вам сразу же смонтирую и выложу Все, давайте, пока-пока-пока